Достигай Израиль и весь мир Шалом Алейхем, добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Дорогая, сегодня мы поговорим о том, как менять духовную атмосферу вокруг нашей жизни. Мы окружены атмосферой, это температура, влажность, тепло или холод. Но также вокруг нас есть и духовный климат, и с помощью силы Божьей в нас, и с помощью Его Слова мы можем менять атмосферу вокруг нас. Иногда нас окружает тьма, и мы можем отогнать эту тьму и окружить себя светом. Но для этого нам нужно практиковать Слово Божие, используя веру и прикладывая усилия. Так же, как вокруг нас находятся такие режимы, как температура и влажность, вокруг нас есть дух. А что ты лично об этом думаешь? Думаю, что многие из нас не осознают, что как только мы приняли Иешуа и получили его дух, то вместе с этим духом мы получили власть над любыми другими духами. С чем бы мы ни сталкивались, Бог хочет, чтобы мы обращались к этому и меняли атмосферу. Иногда люди говорят, «Господь, помоги мне выйти из этой ситуации». А Бог однажды сказал мне, «Вы сами должны брать власть над этим». У меня есть дух Божий, который может справиться со всем. Баруха Шэм, дорогие! Сегодня мы заканчиваем серию программ по 33-му псалму. Это вторая часть. Первую мы сняли немного раньше. Все выпуски из обеих частей вы можете посмотреть на нашем сайте. Давайте продолжим с того места, на котором я остановился в прошлый раз. Это был 19 стих. Там сказано, «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». В прошлом выпуске мы детально поговорили об этом. Но я хотел бы добавить несколько комментариев, чтобы помочь вам не бояться тяжелых времен. Здесь Давид говорит, что когда он был подавлен и сокрушался в сердце своем, Бог был рядом, и мы с вами можем и должны ожидать того же. Когда мы принадлежим Господу Богу, мы настолько окутаны Его любовью, что когда мы проходим что-то, что разбивает нам сердце, скажем, разрыв отношений, смерть близкого человека, потеря работы, отвержение, когда наше сердце разбито или наш дух сокрушен, если мы принадлежим Господу, то Его любовь будет служить нам, и нам будет не только горько, но и сладко. Я имею в виду, что мы ощутим любовь и нежность Хошема на более глубоком уровне, чем когда у нас все хорошо. В жизни апостола Павла был очень непростой период. Мы читаем о нем в послании к Коринфянам. Там он говорит, что его мучит посланник сатаны. Мы не знаем, кто или что это было, но знаем, что он причинял Павлу много боли. Павел трижды молился Богу, и на третий раз Бог ответил, «Нет, Павел, я не избавлю тебя от этого болезненного опыта. В этой слабости проявится моя сила, и моей благодати будет достаточно для тебя, чтобы ты смог пережить это». И в результате этого опыта Павел написал, «Я просил отца убрать это из моей жизни, но я понял, что он преследует какую-то цель в этой ситуации и хочет усовершенствовать во мне свою силу. Этот жизненный опыт должен был сделать меня сильнее, если в нем я полагался на Бога. И за это я буду прославлять его в трудные времена. Я буду славить Бога в гонениях, трудностях и испытаниях, потому что в моей слабости его силы совершенствуются во мне. Я стану только сильнее, если буду проходить трудности рука об руку с Богом». Так почему же я решил сделать на этом акцент? Да потому что многие из нас боятся трудных времен. Но правда состоит в том, что нам нужно проходить эти трудные времена. Трудные времена есть у всех. Все время от времени переживают такие трудные времена. А почему? Потому что мы живем в этом мире. Это реалии нашего мира. А он падший. Но не нужно бояться трудных времен, потому что именно в трудные времена Бог Отец по-особенному служит нам своей благодатью, состраданием и любовью. И здесь Давид говорит «Близок Господь к сокрушенным сердцам». Он утешает их сверхъестественным образом. Благодать, которую мы получаем от него в тяжелые времена, настолько велика, что из-за нее иногда даже хочется каких-то трудностей. Именно об этом говорил Павел, когда писал «Я буду славить Бога в трудностях, гонениях и испытаниях». По личному опыту, я знаю, что иногда я чувствую особенную близость к Богу. Это происходит тогда, когда я переживаю отверженность, или мое сердце разбито. На прошлой неделе я рассказывал вам один случай из моей жизни. Сегодня я расскажу вам еще один. Помню, как однажды обо мне была написана статья, и из-за этой статьи некоторые люди... Ну, знаете, люди всегда есть люди. Возможно, из зависти или каких-то других причин они начинают нападать на вас. В той статье на меня обрушилась волна критики. Журналисты стараются превратить свою статью в сенсацию, чтобы привлечь больше читателей, и даже не стесняются писать неправду. И я тогда испытал отверженность с абсолютно разных сторон, но я чувствовал такую потрясающую любовь от Бога. В тот день я приехал в студию, и, несмотря на всю отверженность из-за данной статьи, я чувствовал себя в объятиях Отца. Я чувствовал такую близость с Иисусом, которого тоже отвергали, гнали и не принимали. Я не поменял бы эту близость ни на что в этом мире. Она была такой ощутимой и такой сильной, такой реальной и такой прекрасной. Так что послушайте. А вот почему Павел сказал в послании к филиппицам, он написал, что он был евреем из евреев, обрезан на восьмой день. То есть он описывает все свои достоинства. Обрезан на восьмой день, из колена Вениамина, учился у выдающегося еврейского мудреца того времени. Его звали Гамалиил. Я — еврей из евреев, фарисей, уважаемый всем еврейским сообществом. А в то время быть уважаемым религиозным лидером — это означало занимать очень высокое место в обществе, потому что это было религиозное общество. То есть у Павла было все, но он отказался от всех этих заслуг и преимущества, чтобы обрести Христа и оказаться в нем не со своей праведностью от закона, а с праведностью от Христа Иисуса. Павел отказался от всего этого, от своего положения в еврейском обществе и посчитал все это ничем по сравнению с познанием Мессии, силой его воскресения и участием в его страданиях. Павел говорит, «Я оставил все это, я отказался от всех своих заслуг, потому что они не сравнятся с познанием Мессии, силой его воскресения и участием». Вы представляете, что такое участие? Участие — это близость, это вовлеченность в какое-то дело. Павел говорит, что ничто не сравнится с участием в его господних страданиях. Мы что-то обретаем и ощущаем близость, когда проходим те же страдания, что проходил наш Господь Иисус, и переживаем ту же боль в сердце, что и он переживал. И Павел, и Давид, оба ощущали эту близость из-за того, что ходили с Богом. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Ну а теперь давайте вернемся к нашему псалму. Давид говорит так. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренного Духа, Он видит и обращает на Него внимание. Не бойтесь трудных времен, не бойтесь гонений за веру, потому что, когда вас отвергают, вы переживаете такую близость с Богом, которую вы не можете испытать ни в каком другом случае, ведь Он спасает смиренных Духом тех, кто полагается на Него всем своим сердцем. Когда мы принадлежим Господу, мы настолько окутаны Его любовью, что это не сравнится ни с чем. Когда наше сердце разбито и наш Дух сокрушен, Бог утешит нас Своей любовью. Отец, я молюсь, чтобы Ты использовал это собрание, чтобы зажечь Твой огонь. Пусть пасторы и лидеры уйдут отсюда с новой смелостью, с большей любовью и прямо сейчас я призываю пророческое помазание на этот дом во имя Господа Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Аминь. Я люблю служить пастором, скоро я уеду, но я очень хочу помочь пасторам и повлиять на них. Если они изменятся, то изменятся и их люди, и церковь будет расти, умножаться и крепнуться. Господь собрал все церкви вместе, и Он послужил лидером церкви. Он молился о том, чтобы они взяли Божий огонь с этого Крусейда и понесли туда, где они есть. В сердцах служителей зажегся огонь, а еще огонь зажегся в моей церкви после визита Равина Шнайдера. Я верю, что это начало пробуждения в моей жизни, в моей церкви, в моей семье, а также во всей стране Малави. Посмотрим на следующий стих. «Много скорби у праведного, и от всех их избавит его Господь». Трудности придут, и мы не должны бояться. Такова жизнь. Трудности не должны застать нас врасплох. Мы должны быть к ним готовы. Когда мы понимаем, что такова реальность, и от нее никуда не убежать, нужно просто принять это. Но Господь избавляет нас от всех трудностей. Слово Божие говорит, что мы больше, чем победители. Послушайте. Вы были посажены на небесах вместе с Мессией Иисусом. Так сказано в послании к Ефесиным 2 главе. Если вы посажены вместе с Мессией на небесах, то это означает, что ваше призвание и предназначение больше, чем любая трудность, которую вы проходите. Вы ее переживете. Вы ее перерастете. Вы одержите над ней победу. Слава Богу, потому что вы Иисусе Христе, а вы победитель навсегда. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит вас Господь. Бог избавит вас от всего этого. Последнее слово будет за вами. Далее следующий стих. Он хранит все кости Его. Ни одна из них не сокрушится. Иисус сказал. И не бойтесь убивающих тела, души же немогущих убийц. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубиться в гиене. То есть, в конце концов, с нами все будет хорошо. Христиане, которые смогли заглянуть в потусторонний мир, видели там своих родных, и те были молоды и идеально здоровы. Дух Божий, который внутри вас, вечно молодой, и благодаря Ему вы тоже будете вечно молодыми. 22 стих. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Они могут преуспевать какое-то время, но не они будут смеяться последними. И сразу же, 23 стих. «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». Все мы уйдем из этого мира. У всех нас выйдет срок годности. Если Иисус не придет раньше, то мы можем выйти из строя. Как говорят в западной культуре, «Никто не избежит смерти и налогов. Все мы умрем, но никто из тех, кто знает Иисуса Христа, не будет осужден». В самом конце Библии мы читаем о суде, на котором будут открыты две книги. В одной книге содержатся имена тех, кто записаны в книге жизни Агонса. Если ваше имя записано в книге жизни Агонса, то ваши грехи прощены. Почему так? Да потому что Агнец заплатил за это. Яшуах и Машеах, не знавший греха, взял на себя наш грех. Он взял наши с вами грехи на кресте, а затем умер вместо нас. Мы приняли Мессию Иисуса, а также приняли Божий дар вечной жизни. И за это мы стали в нем праведностью Божией. И когда наш срок закончится, и мы предстанем перед Агонсом, то за то, что мы записаны в его книге жизни, мы не будем осуждены. А почему? Не потому что мы никогда не грешили. Нет, мы все согрешили. А потому что Иисус заплатил за нас. И мы записаны в книге жизни Агонса. Слава Богу! Будь благословен, Господь, за это. Но есть еще одна книга. Она будет открыта у Белого престола. Давайте прославим Иисуса за это. Все люди, жившие на земле. И незаписанные в книге жизни Агонса будут стоять перед Белым престолом Божьим, и им придется заплатить за свои грехи, потому что плата за грех — это смерть. Творец всего живого соберет у себя всех людей, и каждый из них даст ему отчет за свою жизнь. Все мы предстанем перед нашим Создателем, а затем будет суд. Одни получат вечную жизнь, а другие — вечное осуждение. Но послушайте, как Давид воодушевляет здесь всех святых. Он говорит, «Избавит Господь душу рабов своих, и никто, то есть мы с вами тоже, из уповающих на Него не погибнет». Поэтому мы благодарим нашего Отца за наше положение перед Ним вечности на небесах. Мы можем смело смотреть в будущее благодаря Иисусу Христу. Спасибо, Царь Иисус, за то, что Ты пришел. Спасибо. Бог Отец, что послал Своего Сына. Спасибо за то, что Ты сделал Слово плотью. И благодаря тому, что Ты, Иисус, сделал на кресте, мы не будем осуждены. Баруха Шем, благословенно имя Господне. У нас осталось несколько минут, и я хотел бы подчеркнуть основные мысли, какие мы обсуждали в серии программ по этому псалму. Начали мы со второго стиха. Тут говорится так. «Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих». Это очень важное заявление. Это выбор. Вы встаете утром и принимаете решение жить так, чтобы приносить славу Господу. «Благословлю Господа во всякое время». Мы должны благословлять Бога всегда. Конечно же, дьявол работает над тем, чтобы мы начали проклинать и жаловаться. Он хочет, чтобы мы были негативными, но выбор только лишь за нами. Мы можем сказать, «Отец, спасибо за то, что Ты создал меня, и за то, что я могу славить Тебя сейчас. Спасибо за все блага, которые Ты даришь мне. Спасибо даже за то, что я чувствую вкус еды. Вижу красоту окружающего мира. Слышу Твое Слово и красоту музыки». Бог дал нам много всего, но многие из нас уже не видят всего этого. Кто-то, возможно, лишился слуха, «Ну, Бога для нас еще много благ». И Его красота и благодать касается каждого из нас, и мы должны принять решение прославлять Его своей жизнью. В реальности все творение прославляет Его. Иисус сказал, «Если вы не будете славить Меня, то вместо вас будут взывать камни». Вы хотите славить Бога за то, что Он дал вам жизнь и создал вас по Своему образу и подобию? И за то, что вы Иисусе, вас ожидает прекрасное будущее. Вы хотите славить Его и воздавать Ему за все добром, которое Он сделал для вас? Или вы допустите, чтобы вместо вас пели камни? Иисус сказал, «Если вы не будете славить Его, то вместо вас это будут делать камни». Вы хотели бы, чтобы в конце вашей жизни вы предстали перед Богом, и вы не могли произнести ни слова, а камень рядом с вами прославлял бы при этом Бога. «Камень славит Бога вместо вас, потому что вы этого не делаете». Иисус сказал, что именно так оно и будет. Поэтому Давид говорит, «Я принимаю решение. Я знаю, в каком направлении я хочу двигаться. Я хочу служить Господу. Я буду благословлять Господа во всякое время». В хорошее и в плохое. Иофф сказал, «Бог дал, Бог и взял. Благословенно имя Господа. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих». Если вы хотите изменить духовную атмосферу, то живите таким образом. Пусть все вокруг слышит хвалу Богу из ваших уст. Когда вас спрашивают, «Как у вас дела?» Отвечайте, «Слава Богу! Дела лучше, чем я заслуживаю». Всегда говорите о Божьей любви. Всегда говорите об Иисусе и о том, что Бог сделал для вас. «Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих». Дорогие друзья, мир нуждается в том, чтобы вы жили именно так. Мир отчаянно нуждается в ответах. Миру нужна надежда. И у вас есть ответ, потому что Иисус — это ответ. Поэтому давайте жить так, как жил Давид. Давайте просыпаться утром с такими словами. «Отец, спасибо за этот день, спасибо за жизнь и за возможности, какие ты даешь мне сегодня. Я буду благословлять тебя и славить твое имя во все дни жизни моей. Шалом вам!» Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Вы когда-нибудь чувствовали себя далекими в отношениях с Богом? Присоединяйтесь к нам в следующий раз, и вы узнаете, как Бог использует эти времена, чтобы приблизить нас к себе. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Когда я только принял спасение в 78-м году, я знал, что Бог суверенный, и Бог вложил в мое сердце любовь к Нему, но я не понимал, что Господь ждет, чтобы я отвечал взаимностью на Его любовь. Я обращался к Нему как к Богу Всемогущему, но я не понимал того, что Бога трогает. Когда я по собственной воле принимаю решение любить Его, я понял, что Бог не только всемогущий, но еще и самый смиренный во Вселенной. Его глаза осматривают всю Землю в поисках тех, кто ответит Ему взаимностью. Это откровение изменило меня. Я верю, что оно прямо сейчас меняет многих из вас, пока я говорю все это. Но как же мы отвечаем Богу взаимностью? Если наше служение благословляет вас, если вы верите, что в этом есть Бог, если вы чувствуете, что Дух Божий побуждает вас проявить свою любовь к Богу через пожертвования, то будьте послушны Ему, и вы не пожалеете об этом. Шалом вам! Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4-5-3-7-ки. На земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.